Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу. С вами Ольга Алексеева. До Нового года осталась почти неделя. Как провести праздник так, чтобы он стал незабываемым, но в то же время без негативных последствий мы поговорим сегодня. В нашей студии заместитель председателя Государственного комитета Чувашской республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Николай Иванов. Николай Дмитриевич, здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Николай Дмитриевич, фейерверки, петарды, бенгальские огни уже стали неотъемлемой частью новогодних праздников. Как сделать так, чтобы праздник все же остался праздником? Да, хороший вопрос, на самом деле. У нас, конечно, сейчас все стараются использовать фейерверки бенгальские огни для того, чтобы праздник был краше, особенно, чтобы дети нарадовались. Тут даже никакого секрета нет. А вот когда уже взрослые мы начинаем использовать вместе с детьми, тут надо уже задуматься по поводу безопасности. Все-таки это фейерверки связаны с огнем. Огонь, как всегда, может принести и беду. Поэтому хотелось бы рассказать, какие бывают у нас пиротехнические изделия. Их бывают всего пять классов. С первого по третий класс они считаются, в принципе, безопасными. То есть их можно использовать самостоятельно, любому гражданину, разумеется, моя просьба, это только взрослому, чтобы дети самостоятельно этим не занимались. Почему? Потому что это может тоже привести к беде. Сначала надо ознакомиться с инструкцией этих пиротехнических изделий. Я говорю по поводу первого и третьего класса опасности. Впоследствии, уже строго выполняя инструкцию, уже запускать эти пиротехнические изделия. Первый класс – это у нас обычные хлопушки, с детства знакомые всем, и бенгальские огни. Вот этот первый класс можно использовать даже дома, в комнатах. То есть тут, как таковой, опасности нет. Ну, разумеется, под присмотром взрослых, чтобы дети самостоятельно не зажигали, особенно бенгальские огни, вблизи елок, на которых очень много опасных горючих материалов. Второй класс – это уже петарды, фонтаны и наземные фейерверки. Они уже чуть-чуть опаснее, и их нельзя уже использовать в закрытых помещениях. Их надо использовать только на улице. Ну, в данном случае мы все видим, когда новогодняя у нас ночь наступает, везде грохот, свист стоит. Уже видим. Да, уже видим, иногда бывает, да. И в связи с этим, конечно, это надо выходить на улицу, если ребенок хочет посмотреть, взять с собой, и его не подпускать именно к запуску, к поджогу непосредственно. Безопасная зона – 5 метров. Надо стараться и взрослым соблюдать. Почему? Потому что мы же не знаем, куда полетит та же самая ракета, а вдруг она неисправная. Мы же не можем давать гарантию. Хотя, конечно, если мы купили этот фейерверк непосредственно в специализированных магазинах, а как известно, в канун Нового года эти фейерверки начинают продавать на каждом углу, во дворах, в самодельных рынках и так далее. Поэтому рекомендации, конечно, покупать их только в специализированных магазинах. Даже ссылаться на то, чтобы получить гарантию какую-то. Потому что эти фейерверки, на самом деле, это сезонный товар перед Новым годом, в основном скупается. Стараются их наштамповать, так скажем, да, просто наштамповать, не заботясь о безопасности. Тут вопрос, конечно, в основном стоит у них побольше продать и сделать побольше выручки. Но мы, взрослые люди, должны понимать, поэтому давайте подойти с умом, логически правильно, и соблюдать требования безопасности, и требовать это от своих детей. Пусть даже бывают случаи, когда дети самостоятельно где-нибудь купили или нашли фейерверк, вышли запускать вдвоем, втроем. Если взрослый человек это увидит, лучше подойти, сделать замечание, как-то вот разобраться с этим делом. Почему? Потому что это очень опасно. Для примера могу сказать, что в прошлом году у нас, канун встречи Нового года, был несчастный случай с мальчиком 9-летним, который вышел на балкон, да, втайне от родителей, хотел запустить петарду. И она взорвалась у него в руке. Разумеется, он получил травму, да. Вынужден был отлежаться в больнице, поправлять свое здоровье, потому что это не случилось, только под присмотром взрослым. Дальше, третий класс опасности, который, вот фейерверки у нас, который разрешается использовать обычным гражданам, которые не подготовлены, да, это ракеты, фестивальные шары и салютные батареи. Они посложнее, конечно, они и стоят подороже, разумеется, но тем не менее у нас граждане их покупают в специализированных магазинах. У них уже класс опасности выше, поэтому и зона поболее 20 метров. То есть это уже удаление довольно-таки большое. И в наших городских дворах, в принципе, их не так просто запустить, потому что расстояния, как правило, не хватает. Если большой двор, где-нибудь в парке, например, да, вот у нас парков много, по крайней мере, то есть заранее подготовиться надо под это дело. Ну, четвертого, пятого класса опасности – это фейерверки, которые могут эксплуатировать и использовать только специалисты, которые имеют специальное знание. И, как правило, этих классов опасности, фейерверков, пиротехники в продаже свободной нет. Это запрещено делать законодательством. Купили мы в специализированном магазине, вышли в большой двор или куда-нибудь в парк, да, но тем не менее несчастный случай все же произошел. Куда нужно обращаться, какие вот должны быть действия у жителей? Тут, конечно, опять я сказал, что в присутствии взрослых только, потому что ребенок, он не знает, как, что делать, он не умеет оказывать первую медицинскую помощь, он не знает, как, например, действовать в случае ожога даже, куда звонить. Хотя, конечно, надо стараться ребенку учить, что в Чувашской Республике и в Российской Федерации действует единый номер 112. Этот номер операторы, они сообщат в любую службу спасения, например, спасателей вывозят, пожарных могут вызвать или скорую помощь. Сами уже определяются? В данном случае надо, да, именно известить, что случилось. Николай Дмитриевич, вот гирлянды, которые, вот елочки, которые стоят в наших квартирах, елки, которые украшают центральные улицы города, украшены, опять же, гирляндами. Насколько они безопасны в эксплуатации? А тут что надо сказать? В старину, когда не было гирлянд, не было электрической энергии, вообще использовались свечки, открытый огонь. Поэтому и пожаров случалось больше, и трагедий было больше. Но в связи с тем, что у нас технология развивается, промышленность выпускает в настоящее время огромное количество различных гирлянд. В том числе для использования украшений городских елок больших, разумеется, там немаленькие гирлянды используются большие, да, и для использования в городских квартирах, в домах, для того, чтобы украсить елочки, чтобы они сверкали, блестели, да, и радовали нас. Разумеется, те гирлянды, которые выпущены соответствующими производителями и имеют сертификаты безопасности, они безопасны. Но бывает иногда брак, тоже не надо забывать, да, бывают иногда неисправности, поэтому, опять-таки, тут уже ответственность лежит на взрослых. Не ребенок должен эксплуатировать данную гирлянду, почему? Потому что сам электрический ток уже представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья человека. Потому что у нас в розетках 220 вольт представляет угрозу для жизни и здоровья, особенно для ребенка. Поэтому, разумеется, взрослый человек должен именно вешать на елочку эту гирлянду, проследить, испытать, а впоследствии уже, если все нормально и исправно, опасности как таковой нет. Но, тем не менее, если мы уходим из дома, ни в коем случае не оставлять этот прибор включенным, ни в коем случае. Может случиться все. Опять-таки, если, допустим, вы дома оставляете ребенка одному, тоже желательно выключить. Ребенок не знает. Желательно кого не оставлять. Ну, бывает такое, что у нас все-таки вот родители взрослые ушли на работу, да, школьник, например, или даже... Или, да, он находится на каникулах, допустим, он остался дома, может, даже еще спит, да, родители ушли на работу. В этом случае, конечно, лучше не включать, да, ну, и ребенка, конечно, учить. Проконсультировать, да. Объяснить, что этого делать нельзя, да. Как мы будем делать сами, а ребенок будет смотреть на нас. Это всегда... Именно мы сами являемся примерами для своих детей. Как мы будем поступать, они будут делать так же. Что ж, Николай Дмитриевич, Новый год наступит вот уже совсем скоро, осталась буквально неделя. Что вы можете пожелать жителям нашей республики? Уважаемые друзья, хочу пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, успехов. Да, но в свое же время не забывайте, пожалуйста, о безопасности, которая поможет вам сохранить жизнь, здоровье, вашим близким, вашим детям. Будьте здоровы, соблюдайте требования пожарной безопасности. Что ж, спасибо вам за беседу. Приходите в нашу студию еще. А я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель председателя Государственного комитета Чувашской республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. С наступающим Новым годом вас. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»